Привет, мобили и геймеры! С вами Фликер, и я все-таки решился купить магический пропуск в Edge of Magic. Стоимость обычного, или как он здесь называется, особого магического пропуска составляет 379 рублей, что я считаю, в принципе, не так уж и много. В этом видео я подсчитаю, сколько мы ништяков получаем с этого магического пропуска при выполнении всех условий, то есть, когда я достигну 201 уровня этого магического пропуска. Для тех, кто не в курсе, очки магического пропуска начисляются за участие в различных активностях. То есть, по сути, вы играете в игру, у вас прокачивается уровень, и вы дополнительно получаете еще награды. Энергию, серебро, золото, фрагменты вот этого нового персонажа, который принадлежит к классу или фракции гоблинов. Зовут его Пронырникс Шустер, и он мне чем-то, конечно, напоминает за счет своей повязки пирата. Вполне возможно, что скоро появится какое-то особое событие, где мы этого персонажа сможем опробовать, а может быть, даже всю фракцию или класс гоблинов. Что ж, давайте по подсчету. Что мы получаем с данного пропуска? В основном я считал, естественно, осколки этого Пронырникса Шустера, далее золото, руны Индиго и серебро. Помимо этих ресурсов мы получаем еще энергию Компании, а также энергию Долины Сокровищ. Помимо этого есть еще зелье опыта, с помощью которого мы как раз можем персонажей качать. И помимо осколков самого Пронырникса, мы получаем еще осколки, например, Гвардейца Орихонского, Мага Крови и многих других, кстати, персонажей, которые относятся к Орихоновцам. Что ж, начнем с Гвардейца. Здесь на 15 уровне мы получаем всего 15 осколков. В итоге, выполняя все задания, мы получим всего 45 осколков вот этого Орихоновского Гвардейца. Далее у нас идут 5 фрагментов Мага Крови, а всего осколков с этого пропуска мы получим 20. Далее также идут у нас кубы способности, которые предназначены для того, чтобы мы способности качали. Ничего удивительного. Внизу обычный пропуск, а сверху особый. За счет особого мы, конечно же, получаем больше наград. Далее у нас фрагменты Пронырникса идут. Следующие осколки Орихоновский Копийщик. Его осколков мы всего получим 45. Кровавый Жрец тут 5 осколков, а всего с магического пропуска получим 10. Тут у нас снова идут различные сферы памяти, которые мы, по сути, получаем в обычном пропуске, а вот в особом пропуске мы получаем золото. Когда я долистаю до конца, я скажу, сколько всего мы получаем. Далее у нас снова осколки этого Пронырникса. Идут серебро и энергия. 50 золотых. Дальше осколки Мэтб. Их всего у нас будет 15. Если мы выполним все условия, естественно, этого пропуска и прокачаемся. Сегодня, кстати, еще посмотрим, как этот пропуск качается быстро, медленно и за какие активности этот пропуск будет повышаться. Итак, сколько же мы получим осколков Орехоновского Метателя Топоров? Тоже 45, как, в принципе, и Орехоновского Гвардейца и Орехоновского Копийщика. Далее у нас вот как раз идет Мак Крови и Орехоновский Гвардеец. Сумму осколков, которых я уже вам сказал. Далее различные ресурсы для прокачки способностей. Уровни персонажа, золото, сферы памяти, снова осколки Пронырникса. Далее копийщик как раз. И вот тут у нас появляется Тень Орехона. Всего лишь 10 фрагментов мы получим. Маловато. Было бы круто, если бы было больше. Тут снова у нас энергия, опыт для героев, золото, сферы памяти. Осколки Пронырникса. Далее Орехоновский Гвардеец. Мак Крови. Тут все неинтересно, 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 неинтересно. Тень Орехона. И вот, начиная с сотого уровня, мы получаем еще Мэдб. Всего на нее осколков выпадет вам с этого пропуска 15. А дальше вот какая-то бабеха Дэная. Это комплект ужасней. Всего лишь облик, короче, мы получим. Ну, прикольно. Дэная у меня открыта. Буду рад на нее получить один облик. После сотого уровня, только в особом магическом пропуске у нас есть награды. То есть, обычный заканчивается на сотом уровне. И тут мы получаем еще больше энергии различной, еще больше золота, плюс руны Индиго. Получим даже Осколки Стиратель, который у меня, в принципе, прокачан уже на максималочку. Руны Индиго, это понятно. Далее у нас идет Гончий Бездный. Всего его осколков мы получим 30. На Стирателя, кстати, тоже. Дальше у нас Серебро, Пронырникс, руны Индиго и вот Ройнар. У нас появляется здесь Raid Shadow Legends, тут начинает менять. Типа, э, слышь, ты типа играешь в главного конкурента нашего. Ну, если сравнивать, допустим, Raid Shadow Legends и Age of Magic, Age of Magic мне больше нравится своим повествованием, героями, визуалом и многим остальным. Но качаться здесь, к сожалению, так же долго, как и в Raid Shadow Legends. Даже может быть и подольше. Далее у нас идут Осколки Абаддона добавляются. Их всего будет 10 с этого пропуска. Также у нас появляется Император Крови. К сожалению, только 10 фрагментов. Я, честно говоря, думал, что можно будет поболее. Так, на Стиратель я уже сказал, сколько осколков. Листаем дальше. Снова Абаддон. На него всего 10. Император Крови. И вот в конце Локхир. Еще появляется 5 фрагментов. И последние 15 осколков Пронырникса Шустра. И в конце еще для Цуны у нас будет вот такой вот комплект ужасней. Это всего лишь облик. Вот, в принципе, у нас и награды закончились с магического пропуска. Подведем итоги. Сколько всего мы получаем осколков Пронырникса Шустра? 325. Золото мы получаем 1270. Руна Индиго 16000. Ну и серебра 4,8 миллиона. Что, в принципе, неплохо. Но, допустим, когда вы хотите прокачать персонажа на седьмую звезду, нужно 6 миллионов серебра. Ладно, отправляемся на рынок. И здесь мне нужно обменять вот эти руны Индиго на Сундучеллу. Давайте купим, посмотрим, кто выпадет. Здесь выпадает очень много различных вот осколков. 20 осколков Абаддона. Неплохо осколки Аратара и осколки Ак Рашта. Кстати, появилось еще одно особое событие. Называется оно Лесные Тени. Здесь мы играем дикими эльфами. К сожалению, у меня диких эльфов недостаточно. Здесь вот нужен еще один герой для того, чтобы пройти задание Дочь Светлой Роще. Но, допустим, в первом задании мы можем как раз за них всех поиграть. Кстати, оно тут сюжетное. Кланы высших эльфов тонут в пучине братоубийственной войны. Темные эльфы льют реки крови во имя своей темной богини. Их дикие братья, отринув жестокой своего народа, пытаются сдержать полчищи тьмы. Однако, им не выстоять в одиночку. И тут мы как раз за новых персонажей. У меня открыто всего лишь два. Вот лучник, конечно, классный. Давай начнем фигачить. Кстати, надо было с Ксарта начать. У них очень много всяких бонусов. И можно выстоять, в принципе, против двух волн, не потратив особо жизней. Ну вот, смотрите, как они вообще атакуют. Причем командно работают. То есть вы одним атакуете, а второй добивает. Так, давай вот этот и днем. Все, Ксарт у нас завален. Дальше можно стирателя завалить, потому что он тоже имеет такую функцию восстанавливать жизни. Странно, что это я промахнулся-то. А дальше уже можно валить Сукурбу, потому что она очень хороший урон наносит. Ну и вот, смотрите, особо меня даже и не помяли. Проходится это все легко на три звезды, а вот дальше, к сожалению, нужны новые персонажи. Ну, здесь, естественно, все делается с учетом того, что вы приобретали магические пропуска, и из них вам выпадали те или иные персонажи. Вот, кстати, я побился сейчас, и у меня ноль очков. Давайте посмотрим, за что вообще эти очки даются. Зайдем, допустим, в герои. Есть у меня тут кого прокачать? Наверное, нету. А нет, смотрите, есть. Давайте, допустим, прокачали. Сто тысяч, так и быть, потратили. Отлично. Улучшим также ему снаряжение. Повысим уровень. Посмотрим. Прокачалось ли что-то у нас? Нет. К сожалению, ничего не прокачалось. Окей. Давайте зайдем в темную кампанию. И тут я вот остановился как раз на враждебное окружение. Давайте попробуем пройти и посмотреть, сколько очков нам прибавится. Так, возьму я... Наверное, давайте Орихоновского копьящика возьмем. Блин, гончиво бездны надо было поменять на Сукугу. Здесь вон какая-то битва идет. Гномов с... Рархни. Впереди идет сражение. Попробуем его обойти. И тут вот поднимается тварюга. Не, они реально прям жуткие и противные. Прости, друг. Вскрытность не моя сильная сторона. И... Короче, давайте валить. Кого мы заставим? Тебя давай. А, блин, не то я нажал. Короче, мы, в принципе, я думаю, быстро сейчас всех разнесем. Уклонение повысим всем демонам. И погнали. Отлично. Развален. Развален. Вообще, короче, демоническая команда у меня сейчас топ. Они прям вообще быстро разносят. Поэтому я и перешел в темную кампанию. Потому что мы сейчас здесь всех разнесем. Нам особого урона даже, наверное, не нанесут. Хотя жаробасы мы его так неплохо помяли. Надо будет в следующем раунде его восстановить. Чуть-чуть. Давай поднимем здоровьица. И погнали валить. Пусть поспит. Отлично. Давай. А что-то не используется. Или он просто понижает урон противнику. Что-то я не посмотрел, что за способность у него такая. Еще один осколок Широзара получили. Блин. Широзара и Роланда очень долго приходится копить. Итак. 8 очков мы получили. Это, конечно, очень мало. То есть здесь нам надо вот зайти, допустим. Выберем сейчас третий акт. Героический уровень сложности. И мне нужна вот как раз великолепная подруга, которая относится к варварам. Зовут ее Белара. Блин, забываю. 80 осколков нужно всего, чтобы ее прокачать дальше. Также есть у нас здесь дикий эльф как раз. Давайте его тоже. Посмотрим, сколько очков у нас набралось. 136 очков. Ну, достаточно долго прокачивается. То есть надо каждый день заходить и какие-то задания выполнять. Также есть у нас вот здесь вот Белара. Давайте тоже всю энергию и сферы памяти потратим. Сколько возможно это? Отлично. Выходим. 264 уже очка. Отлично. Можно еще зайти на арену. Здесь тоже против кого-нибудь побиться и посмотреть, сколько оно всего прибавляет. Давайте вот этих атакуем. Вот это моя основная команда. Как раз состоящая из демонов. Итак, кого же мы будем валить-то? Вот этого засранца, наверное, в первую очередь. Хотя, хотя вот этот Цуна или как ее там зовут, может тоже неплохо нам поднасрать. Так, давай вот так сделаем. Уклонение своим повысим. И вот давай тогда с тебя будем начинать. И это, по-моему, Луна как раз. Она не дает умереть своим согражданам, так скажем. Так, на кого мы тогда вот поцелуй активируем? Так, давай еще разочек. И погнали тогда валить просто обычными атаками. Блин, вот она собака вот не дает. Отлично, двоих завалили. И погнали. Ух ты. Все, развалины. Еще немного поднялись мы по нашей лестнице успехов. Все, выходим. 280 очков. Блин, как долго придется качаться-то. Ну, я думаю, это просто первый уровень так долго качается, а потом уже будет попроще. Здесь вот надо подземель ужасов перезапустить, потому что у меня здесь все плохо пошло. Возьмем демоническую команду. И погнали в битву. Посмотрим, сколько за подземелья ужасов дают нам. Так, тут в первую очередь ксарта надо фигачить. Да вы что, серьезно? А я уклонение сейчас повышу. Вот это сейчас было жестко. Тут еще, кстати, лаки, блин, этот. Ну что, орехоновского надо валить. Так, допустим. У меня вроде все более-менее живы. Реально, чем выше уровень ваших персонажей, тем сложнее проходить вот эти вот битвы в подземелье ужасов. Вот видите, взял, восстановил собаку Роланда. А этот я, кстати, не знаю, что делает чувак. Так, давай сейчас по одному их. Все, всех развалили. Посмотрим, сколько сейчас очков я получу за один бой в подземелье ужасов. 8 очков. 8 очков за каждую активность. Это пипец как мало. Окей, давайте перейдем в темную кампанию, в первый акт. И здесь можно еще нам взять несколько фрагментов Белары. Окей. Дальше, допустим, моментально. Так и быть, я потрачу на энергию и сферы памяти золото. Так как с золотом у меня сейчас более-менее все нормально. Итак, 348 у нас очков. Окей, заходим в светлую кампанию. Здесь у нас, по-моему, в первом акте мы можем получить осколки Белары. Снова тратим. По одному осколочку всего лишь получаем. Все. Второй уровень у нас достигнут. Забираем награды. Офигеть! По 400 очков, короче, надо на прокачку каждого уровня. Сезоны в игре идут по 28 дней. Сейчас я определенно буду чаще в игру заходить. И, кстати, вот сравнить хотел, сколько нужно потратить денег, чтобы приобрести примерно такое же количество золота. 379 рублей. Но здесь у нас бонус за первую покупку. То есть, если бы я, допустим, уже что-то приобретал в игре, то я бы получил не 1220, а 610. Это только лишь новичкам, кто еще не задонатил. Вот такое преимущество. То есть, выгоднее все-таки купить за 379 рублей магический пропуск, и из него вы вытащите значительно больше золота. А именно 1270. Ну что ж, народ, я надеюсь, вам понравился этот разбор магического пропуска. Очень давно хотел это сделать. Хотел поддержать разработчиков. И, конечно же, хотел с вами поделиться, сколько всего наград мы получаем с этого магического пропуска. Есть ли в нем смысл? В отличие от пропуска легенды в девятом асфальте, в магическом пропуске Edge of Magic смысла больше. Ну что ж, народ, а на этом все. С вами был по-прежнему Фликер. Всем спасибо за просмотр, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями, не забывайте бить в колокол и, конечно же, оставлять свои комментарии, стоит ли дальше подобные выпуски делать. Всем пока!